итак ребята всем привет сегодня 17 сентября вчера многие топовые обзорщики именно продукции там хай-тек новинок они вчера отсняли разумеется новинку которая вышла буквально на днях 16 сентября и соответственно это был разумеется iphone 7 вчера когда забирал свой ipad наблюдал такую прикольную картину как достаточно много народу с такими трясущимися руками расхватывали седьмые айфоны по 110 тысяч то есть принимаем да какие цены как люди жаждут новинок как они стремятся именно первыми ходить соответственно с новинкой ну достаточно такая забавная картина была еще такая забавная картина пришел парень соответственно купив 10 седьмых айфонов и ну положил их в пакет и в общем-то почопал в сторону метро ничего в этом разумеется такого сверхъестественного нет до тех пор пока не понимаешь то что у него в пакете в общем-то лежал какой-нибудь volkswagen polo там или хунтай какой-нибудь такой средненький ну прикольно на метро в пакете с хундаем ты идешь но сегодня обзор не об этом я себе приобрел вчера соответственно ipad pro до этого у меня был второй ipad соответственно второй ipad не совсем 2 ipad air 2 и очень многие топовые обзорчики по apple там по тому же самому они задаются соответственно таким вопросом нужен ли вообще ipad pro нужно ли менять ipad соответственно и второго поколения допустим на ipad pro и вот тут такой достаточно интересный вопрос на него я и хочу в общем-то ответить в этом видео ну уже понятно да примерно разница размеров тут давайте откроем посмотрим потому что купил вчера я этот планшет и соответственно даже не стал его распечатывать потому что решил снять на него небольшой пускай не самый своевременный не самый скажем так вовремя сделанный но все-таки обзор и так приобрел я версию ipad pro не хочет нет хочет короче то хочет то не хочет ко мне мой новый ipad и соответственно почему я это сделал сделал я если честно это по одной довольно такой банальный и здоровый здоровый нифига себе но не буду конечно сейчас делать вид то что я его вижу впервые о том что я его вижу первый раз разумеется я его видел заходил в каком-то сетевом крупном магазине даже его когда-то смотрел и здесь китаец какой-то мне по моему смайлик нарисовал не уверен что будет видно но здесь такая рожица от глазки нос с улыбкой и вот даже две руки ну соответственно такой привет либо из поднебесной либо что-то в этом духе и так айпад разумеется я этот видел закрыт он такую пленочку защитную по моему такие же пленки были у меня на втором эре но не будем затягивать вот соответственно большой под вот айпад стандартный традиционный который 9 и 7 дюйма ну разница скажем так что могу сказать наверное я вам давайте мы его включим айпад кстати что очень интересно но это опять таки отмечалось у некоторых обзорщиков он вроде действительно гигантский он действительно здоровый но не могу сказать что прям разница она конечно есть но вот этот огромный айпад он весит соизмеримо с айпадом первого поколения и так подключился я соответственно к своему вайфай так службы геолокации в общем то они потом можно их настроить тач айди настроим и позже очень удобно и кстати вообще фишка многие не совсем понимаю кто до сих пор в 2016 году клацает соответственно без вот этого там тач айди так пароль я тоже не люблю и и любит вот это там тыкать на экранчике там свой пароль но это неудобно это во первых можно всегда при скажем так большом желании увидеть ваш пароль и соответственно так настроить как новый айпад потом добавилась классная фишка можно теперь с андроида даже свои данные как бы переносить в общем то это действительно удобно потому что я помню стародавние времена опять таки времена тех соответственно старо льдопотопных нокий когда вам контакты по вообще покупка телефона раньше это было просто кошмаром и просто ужасом в том плане что нужно было конкретно мучиться и переносить каждый номер чуть ли не вручную и соответственно либо там по sms отправлять эти контакты короче был реально жесткий такой лютый геморрой сейчас соответственно все более скажем так стало прикольно более просто для пользователя и если раньше там apple поддерживал только apple то сейчас как видите можно уже и с андроид переносить но действительно это реально очень удобно и большое спасибо к разработчикам и по сути apple это вообще достаточно хороший серьезный плюс он показывает свою лояльность тем кто переходит из андроида то есть вам не нужно теперь будет при переходе на правильный скажем так планшет или там телефон мучиться то что о как я уйду с андроида для меня там будет боль переносить свои контакты свои заметки для многих у многих телефон там планшет это в общем-то уже ну такая маленькая на самом деле жизнь в том плане что здесь можно и монтировать видео и хранить фотографии и идите вот попробуйте перенесите это все вручную так чуть позже я соответственно создам этот планшет из резервной копии дальше у нас вот удобно на и зарядочка зарядочка это при том что она штатовская соответственно вилка вилка здесь именно вот такая на американский манер но ничего здесь критичного нет потому что нам за сумму этого и пода дали классный переходник который очень удобно сюда устанавливается он не болтается фиг его отсюда снимешь у меня эйеровский айпад на точно такой же как бы зарядки и работает он у меня помощь четырнадцатого года если не ошибаюсь и вообще все в общем-то прекрасно длинный кабель у нас в комплекте кабель этот по-моему на два метра но это опять таки я читал какие-то там спецификации смотрел прочие обзоры и в общем знаете здорово то что кабель на самом деле на два метра я вообще считаю что продукции apple можно было бы и не только продукции пола вообще современным а всем вот этим гаджетом можно было бы вкладывать кабель на 15 метров чтобы можно было ходить по квартире там по офису из помещения в помещение не снимая соответственно телефон там или планшет зарядки потому что действительно жесткий бич на данный момент всех вот этих гаджетах это именно их работа от аккумулятора потому что те же самые айфоны они становятся мощнее они становятся тоньше не совсем я это если честно понимаю по мне чем допустим делать вот такие моменты с торчащими камерами как это на 6s на семерки по моему проще все-таки чуть сделать девайс толще и запихнуть туда ну реально батарейку большего размера хотя с другой стороны пользуясь два вот года своим эйром вторым я могу сказать такую вещь он действительно держит зарядку достаточно здорово и достаточно классно мы когда с супругой куда-то летали за границей разумеется на него закачивается огромное количество там фильмов каких-то таких развлекательных моментов чтобы ты пока сидишь там в аэропорту пока ты летишь куда-то пока это гипотетически даже потом ездишь на машине до отеля ты мог что-то посмотреть глянуть это ну достаточно интересно и здорово и соответственно зарядки хватает ну действительно на довольно скажем так длительное время комплект разумеется здесь не может похвастать никакими супер крутыми вещами стандартные наклейки которых у меня должно быть достаточно много но наверное это единственные две наклейки которые я вот никогда никуда не клеил вроде не выкидывал но их никогда нет они вроде и не нужны скрепки у меня разумеется в комплекте нет потому что наверное эта тема вообще для отдельного разговора но я могу сказать такую достаточно простую вещь стоит ли вообще покупать планшет именно сим-картой у нас в семье было вот этих планшетов наверное практически все поколения кроме самого первого и и соответственно у нас был один единственный планшет который поддерживал 3g на тот момент еще тогда это было и честно честно могу сказать а попалывались поиграли и поняли такую простую вещь то что планшет размером ну наверное от 9 и 7 и выше он в общем-то не нуждается особо функции поддержки сим-карты по той простой причине что дома у вас скорее всего все-таки есть вай фай в офисе у вас скорее всего есть вай фай если вы будете с собой допустим брать планшет на даче вы можете поставить роутер с той же самой там 3 4g сим-картой потому что ну вроде как платить за сотовую связь на своем телефоне на втором телефоне там члена семьи третьего четвертого члена семьи за один планшет за второй за три четвертый ну вроде как оно и глупо я конечно понимаю если вам оформили ипотеку на планшет apple то скорее всего кредит на погашение соответственно услуг сотовой связи вам тоже наверное все таки оформит но при этом при всем вроде как такой относительно эгоизм да вы вставляете себе сим-карту и вроде как другие члены семьи пользоваться не могут если вы же ставите ту же самую сим-карту допустим в загородном доме в роутер и пользуются все члены семьи и вроде как все здорово и замечательно ну допустим вы говорите что вам нужен интернет на планшете вне дома вне офиса вне там помещения но согласитесь в 95 процентах случаев у вас все-таки есть телефон если у вас есть планшет и с этого телефона особенно если это не кнопочная nokia там не какой-нибудь улкотель вы можете в общем-то раздать себе вай фай на ваше устройство и это более удобно на мой лично взгляд чем платить каждый месяц оператору не забыть это оплатить потому что пользоваться ну опять по моему опыту личное дело каждого пользоваться данными моментами данными услугами вы будете очень редко услугами именно сотовой связи потому что когда у вас все-таки есть нормальный интернет под рукой это все достаточно быстро и легко повертел я его немного в руках и могу сказать то что пальцы немного устают его держать то есть это именно планшет для такого домашнего использования то есть если эйр там и форм-фактор вообще эйр например вот этого планшета второго и еще можно подумать о том чтобы взять допустим с собой в поездку то этот планшет я могу сразу сказать что в поездку наверное брать вы не будете по той причине на что во первых он очень здоровый а во вторых он просто элементарно не влезет ни в один сейф по крайней мере из тех сейфов которые я видел при отелях они достаточно обычно маленький и туда как раз очень удобно входит второй эйр иногда надо его немножко под углом туда засунуть чтобы положить на дно соответственно этот планшет я сомневаюсь что он действительно влезет в сейф тот же самый плюс но он все-таки тяжелее чем эйр второй плюс он все-таки больше и он наверное будет такой небольшой обузой в поездке но при этом при всем именно для домашнего использования особенно если вы хотите экран побольше все-таки чем у эйра это наверное действительно такой достаточно хороший оптимальный вариант она проводит исследования маркетинговые исследования первое впечатление ну первое впечатление действительно классное то есть все работает достаточно быстро не буду сейчас пока запускать никакие бенчмарки в я их запущу наверное чуть попозже запущу их в следующем видео и в общем-то все эти бенчмарки они довольно таки ну серьезная туфта потому что все эти цифры они относительно мифические все они такие достаточно простенькие то есть разумеется мы увидим разницу в производительности между вторым эйром там и про версии разумеется и троится будет но интересно насколько это разница будет а в каких-то таких относительно нужных моментах то есть то есть если ваша страничка там интернет открывается за 15 миллисекунд или там открывается за 17 миллисекунд то есть разница она конечно будет то есть да там можно сказать что здесь открывается быстрее открывается плавнее но мне интересно именно все-таки в более каких-то таких нужных моментах посмотреть разницу и понять насколько есть разница и стоит ли покупать допустим вместо эйра второго а покупать про версию но про версию как раз я к этому и подошел почему я взял именно про версию я ее взял 12 и 9 и это был осознанный выбор потому что я в какой-то момент захотел он все-таки больше экран больше экран чем у эйра выбор а например между эйр оставить или взять про 9 и 7 у меня если честно и не стоял потому что с теми задачами для которых а я использую свой планшет он прекрасно в общем то справляется и нет каких-то подвисаний нет каких-то тупников он работает на самом деле в 2016 году довольно быстро довольно шустро и никакого дискомфорта ты здесь не замечаешь вот таким было моё первое знакомство с большим айпадом и соответственно оставайтесь на моем канале подписывайтесь на него задавайте свои вопросы в комментариях ставьте лайки на сегодня это все всем удачи и пока